Всем привет друзья, с вами снова Аквамен, СРК, ЖКХ, ММК, МММ, ГСК, наконец, я рад познакомить вас с ним и его с вами, это профессиональный корм от фирмы Акваменю, ГСК, да друзья, я долго, долго, долго слушал, долго ждал, долго узнавал, долго жевал этот корм и я рад представить его вам в формате полноценного обзора, в рамках корм патруля он не уместится, весьма емкий, весьма просторный, так сказать, продукт, так что же такое ГСК, это гаражно-строительный кооператив, нет друзья, это гречишно-спирулиновый корм, первый самый вопрос, который у меня возникает, почему гречишный, а не гречневый, ведь в составе у нас не гречиха, а гречневая мука, ну по крайней мере, если словарям верить, то мой вопрос правомерно здесь возникает, но давайте смотреть, что же нам расскажет брошюрка, которую мне тоже любезно прислали, у корма есть следующее преимущество, это натуральный состав, на самом деле здесь очень смутная ситуация, потому что кормов с каким-то ненатуральным составом, я вот что-то так вот с разбегу и не припомню, если вы помните такие корма, обязательно пишите об этом в комментариях, второе, это универсальность, то есть написано, что подходит для всех видов рыб любого размера, но с какой оговоркой, если вы правильно подберете фракцию, следующее, это высокая усвояемость, то есть даже при интенсивном кормлении рыбы не выделяют много аммиака, и экологичность не загрязняет воду, на самом деле две последние вот эти вот сноски я бы в одно определил, объединил, почему? Потому что, ну они рядом ходят, дышат друг друга в пупки, давайте обо всем по порядку, состав корма ГСК, на самом деле основных ингредиентов всего 4, это премиального качества рыбная мука, и это на самом деле очень круто, потому что рыбная мука практически полностью рыбой усваивается, ее здесь 35%, то есть практически ничего в трубу у нас лишнего не будет вылетать, учитывая, что это еще и премиум качество. Дальше, гречневая мука 20%, каких-то колоссальных исследований по кормлению рыб гречкой я не нашел, но есть эксперименты, которые показывают, что да, весьма можно, весьма годно, особенно золотушек, кормить гречкой. 10% травяной муки, ну это балласт, и 10% спирулины, спирулина это ценнейший источник белка, в спирулине содержится белка в два раза больше, чем в говядине, и плюсом ко всему она еще и стоит, не так-то уж и дешево. Поэтому, друзья, несмотря на то, что здесь скуда бедно 4 ингредиента, это весьма мощные ингредиенты, ну кроме травяной муки, да, естественно, тут еще и витаминные премиксы есть, и всякие добавки, но давайте перейдем к сути, к самому корму. Корм я условно всю линейку делю на три группы, это XL, XXL корма, потому что они вспученные, это крупка и это хлопья, причем есть такие моменты спорные, смутные, о которых я вам чуть позже расскажу. Первое, упаковка, сам дизайн крутой, я вам скажу, чувствуется что-то родное, наверное, греча вот эта на упаковке, но вот здесь вот наклейка, ее как-то приклеили криво, и там, очевидно, чья-то пупочная пыль залетает, чья-то волосня, но можно приклеить более аккуратным образом. Я все-таки Аквамен, придираюсь к всяким мелочам, да, ну объективный у нас обзор, очевидно. Итак, сам корм, он бывает в разных весах, я бы так сказал. Это дойпаки по 15 грамм, это банки 100 миллилитров, 250, 600 литр и 11 литров, соответственно, с разным весом. Да, давайте смотреть, начнем мы с вот этого хлопьевидного корма, это у нас дойпак. На самом деле, очень удобная упаковка, почему? Потому что есть у нас гриппер-застежка, то есть этот корм будет меньше окисляться, меньше витаминов с него сдует, то есть это все довольно хорошо. Но сам производитель рекомендует открытую тару скармливать в течение трех месяцев. Непонятно тогда, куда мне столько этого ГСК прислали, потому что моя рыба, даже если днем и ночью жрать будет, она все равно не осилит этот корм. Но, скорее всего, буду летними вечерами коротать чаек с вот этим вот кормом в прикуску. Итак, открываем, очень удобно, очень круто, респект за такую упаковку. Смотрим, что у нас находится внутри. Внутри у нас находятся хлопья. И на самом деле, вот этот вот ГСК, F, обозначается буковкой, да, Flakes, мне понравился меньше всего. Почему? Ну, во-первых, во-первых, да, профессиональные разводчики рыбы, они, как правило, кормят крупкой. Почему? Потому что хлопья вы когда кидаете, не всякая рыба может полностью хлопья сожрать, то, что падает, оно портится, то ли дело крупка. Вы знаете, что у вас рыба определенного размера и стопудово какая-то частица, какая-то крупинка, она в рот рыбе сможет залезть и полностью быть проглочена. Поэтому хлопья, так сказать, это не для профессиональных разводчиков. Рыбы, как правило. Почему? Потому что я, на самом деле, опросил разводчиков рыбы, спросил их мнение. И они говорят, что да, на этом корме рыба растет. По поводу заниженных фосфатов, нитратов не уточняют, потому что график подмен никто не отменял. Но как бы нам состав вот из этих четырех ингредиентов, он намекает на то, что все должно быть нормально. Почему? Потому что белка здесь в пределах, ну, где-то 40-45%, если верить этикеткам. И это самый оптимум, то есть большее количество белка, оно просто будет улетать в трубу и будет загрязнять воду лишними ненужностями, да. Почему еще мне не понравился корм в форме хлопьев? Потому что хлопья, они под собой подразумевают что-то легкое, способное задерживаться на поверхности воды, чтобы рыбка такая подплывала, покусала, пожевала, дальше уплыла. Следующая подплывает, пожевала, покусала, дальше поплыла. А конкретно вот эта вот форма хлопьев, она почему-то сразу кубарем идет ко дну, и у меня даже рыбы не поняли, что происходит. То есть я ее сыплю, а тонут они быстрее, чем мелкая фракция крупки. Серьезно, этот вопрос, наверное, надо как-то более должным образом что-ли прорабатывать, или вообще, стоит ли вообще форму, конфигурацию хлопьев оставлять, я не знаю. Но, как по мне, это не очень удобно. Сам корм пахнет очень приятно, я бы так сказал, чем-то родным. Ну, гречка все-таки в составе, да? И каких-то мерзких ноток я моздрями своими не улавливаю. Вот, смотрите, я только высыпал, даже за ложкой еще не успел дотянуться, он у меня уже в большей части утонул, затонул. Давайте воспользуемся ложкой, размешаем все это дело и посмотрим, что вода у нас мутнеет. Да, мутнеет, плюс он ко всему какая-то труха сверху плавает, очевидно, это травяная мука, вот это тот самый балласт, да? Он, я вам так скажу, забегая вперед, будет во всех видах кормов фигурировать. Вот этот вот балласт плавающий, да? Вот это сено. Но, как есть, так есть. Дальше, смотрите, это был условно выделяемый мной вид первой хлопья. Есть еще крупка и есть еще вспученные гранулы. Причем, интересно, что крупка и вспученные гранулы имеют разный аналитический состав. То есть, разное количество белка, разное количество жиров. И вот тут у меня возникают вопросы. А для чего тогда вообще вот это все писать, расписывать, что у вас там 35% премиального качества рыбной муки? Я так и не понял. Причем, обратите внимание, для крупных растительноядных, для цихлид и для золотых рыбок состав корма одинаковый. То есть, у нас золотые рыбки, которые нуждаются в большей количестве растительности и цихлиды, у них рацион один и тот же. И да, он действительно один и тот же, только форма разная. Я вам чуть позже сейчас покажу. Следующий, смотрите, момент. Очень удобно, что в некоторых упаковках есть ложечки. Ложечки мною были замечены двух размеров. Это маленькая пипка, пипетка такая и ложка побольше. Это реально круто, за это тоже отдельный респект. Давайте посмотрим, что из себя представляет корм фракции С. То есть, размерностью С для самой мелкой рыбы. Почему для самой мелкой? Ну, потому что у меня мелкая рыба, я, соответственно, этим кормом кормлю. Опять-таки, видим вкрапление вот этого вот сена. То есть, оно просто плавает на поверхности воды. Его перемешаешь, и оно уходит на дно. Кто его должен жрать, непонятно. Совершенно мне лично непонятно. Крупка, на самом деле, удобная. Она не пылит. Она, ну, сейчас я вам покажу, как ведет себя в воде. Ну, то есть, весьма достойно, весьма стойко. Сам корм, он не распухает. Ну, в частности, спученные гранулы, он не распухает в той мере, как распухает, к примеру, плавающие какие-то кукурузики, да, для золотушек. То есть, он нет. Он, конечно, увеличивается в размерах, но не так сильно. Итак, по поводу стоимости. Еще такой момент. Смотрите, естественно, в зависимости от вида, от конфигурации корма, бывают разные расценки, так сказать, если можно. Самая выгодная упаковка, это большое ведро, 11-литровое. Если вы покупаете 11-литровое ведро, вам 10 грамм корма обойдется где-то от 8,5 рублей. То есть, меньше рубля за грамм, и это неимоверно круто, учитывая, какой у нас богатый состав. Здесь, кстати сказать, у нас уже на картинке корм средней фракции эмка, то есть мидл. И вот здесь крупные такие шмоты, а шметки непонятные. Но пахнет, попрошу заметить, напомню, весьма приятно, весьма симпатично. И я даже бы сам, наверное, такую заточил гранулу. Но воздержусь, все-таки рыбке важнее. Итак, давайте посмотрим, как ведет себя крупка в воде. Насыпаем, и вот оно, вот то зерно, вот эта вот шелуха, она плавает на поверхности воды. Размешиваем, и видим, что весьма круто. Да, то есть, здесь есть микропузыри, которые создают мутность воды. Но, в целом, я бы поставил этому корму 4,5 баллов из 5 за качество. То есть, он не растворяется в какую-то пыль. И это действительно очень круто, это действительно очень хорошо. То есть, он держит форму в воде. Абсолютно практически вся крупка, она таким образом себя ведет. Поэтому смысла замачивать тут другие виды крупы я не вижу. Следующий корм, это я вот вам ложку сейчас покажу. Это L-ка. У нас здесь ложка покрупнее идет. Я, с вашего позволения, не буду его распечатывать. И у нас остаются два еще вида корма. Это XL и HHL. XL это у нас корм, предназначенный для золотых рыбок. Там прям так и написано, для золотых рыбок. Давайте вскроем, посмотрим, что у нас находится внутри. И отрываем. Тоже, кстати сказать, весьма удобная упаковка. Ничего не должно высыпаться. Но вот ложки здесь и нет. Здесь есть только пузыри на наклейке. Вот этот вот пузырь, который можно чпокать и туда-ксюдакать, да. Если у вас стрессовые ситуации возникают, вскрываем. Смотрим, что у нас находится внутри вот такой вот комбикорм для золотых рыбок. Вскрываем сразу же предназначенный корм для цихлид. И видим, что у нас разницы практически никакой нет. Просто корм для цихлид, он как бы более протяженный по своей длине. А все, что вот в эти размерности не влезло, оно идет как бы к золотым рыбкам, да. Больше никакой разницы ни в составе я не обнаружил. И еще ложек здесь нет. Но с другой стороны, корм сам по себе огромный. Тут, наверное, поварешку нужно ложить, чтобы этот корм зачерпнуть в должной мере, должным образом, в должном объеме. Итак, давайте замочим эти вспученные гранулы в воде. Чего-то отлетает. Причем отлетает в большей степени опять вот это вот сено. Но, опять-таки, корм сам по себе плавает. Корм не мутит воду, как некоторые корма. И плюсом ко всему, он довольно-таки долго держится на поверхности воды. Ну, то есть полностью, наверное, у меня палочка разбухала минут 25. Причем в размерах, я повторюсь, она не очень-то и сильно увеличилась. Нет, она, конечно, подпухла. Да, но в остальном она, в принципе, свою форму держит. То есть это очень хорошо. Почему? Потому что не будет разбухать все это дело в животиках ваших дорогих рыбок. Итак, давайте посмотрим теперь, как вообще между собой отличаются разные конфигурации корма ГСК. Справа налево у нас идут хлопья. У нас идет маленькая крупка, средняя крупка, крупная крупка. И XL для золотых, XL для цихлит и крупных растительноядных рыб. Да, вот у меня такой вопрос, что между L и M как будто бы чего-то не хватает. То есть слишком L грубоватая, слишком крупноватая, а M как будто бы слишком мелковатая. Вот сюда бы я еще какую-нибудь фракцию добавил промежуточную. Ну и хлопья, хлопья, хлопья мне меньше всего понравились. Да, давайте теперь посмотрим, как все это дело будет оценивать рыба в моем аквариуме. Итак, засыпаем. Смотрим, что крупка у нас идет аккуратненько, медленно. Обратите внимание, она не вся сразу тонет. Она тонет постепенно. Появляются первые любознательные жители, которые начинают веселым образом эту крупку ловить и жрать. Сыпем хлопья и вот тут у нас начинается какая-то, в общем-то, паника, какое-то непонимание рыбы. Почему так происходит, почему они тонут. Но очевидно, что этот корм рыбе тоже нравится. В целом, подводя итоги, хочу сказать, что весьма достойный корм. Если брать большое ведро, то получается очень выгодно. По составу тоже довольно-таки хорошо. Это не идеал, но это хороший состав с качественными ингредиентами. И вот скользкий какой-то вопрос, почему даже в рамках одной линейки ГСК различается... То есть корма, хотя в брошюре написан один состав, да, как будто бы для всех кормов. Может, я не так смотрю, а по факту получается, что XL и XXL, он имеет другой состав. То есть там белка меньше и вот-вот, да. То есть почему так происходит? Вполне вероятно, мне официальные представители этот вопрос разжуют. И отлично было бы, если напишут они об этом в комментариях. Ну а с вами был Аквамен. Все ссылки на Акваменю, экзаменю я оставляю в описании. Увидимся с вами очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!